Мы продолжаем отвечать на вопросы, которые прислали слушатели, зрители интернет-портала Экзегет. Вопрос такой. Можно ли обрести веру? Или это как музыкальный слух? Либо есть, либо нет. Ну, если бы вера была как музыкальный слух, тогда Бог был бы несправедлив, потому что как можно судить человека за то, что у него по определению нет? Вот это же нужно дать. А потом и спрашивать у человека за то, что ты ему дал, сохранил он или нет. И в притче, скажем, о талантах так и говорится, что Бог, что домовладыка призвал всех своих слуг, и каждому дал талант по мере его сил. И вот тогда он приходит и спрашивает. Поэтому невозможно представить ситуацию, чтобы вера была как бы как некая природная сила, которая у одних человеков есть, а у других человеков нет. Тогда почему одни верят, а другие не верят? И, кстати, по поводу музыкального слуха, это ведь тоже не совсем точное сравнение. Но, скажем, обычно люди на бытовом уровне принято считать, что у одних есть музыкальный слух, а у других нет. Именно этим занимается музыкальная школа, когда принимает кого-то для обучения. Она пытается понять, насколько человек слышит, есть смысл заниматься с ним музыкой или нет. И определяет, что слуха у человека нет, и, собственно говоря, и не принимает его в музыкальную школу. Ну, сейчас говорят, в этом есть исключения, но в целом в классическую эпоху так делали. Но на самом деле это не совсем так. На самом деле есть люди, у которых музыкальный слух не развит, а есть люди, у которых он развит. Так же, как и интеллект или физическая сила. Вот, скажем, Суворов был слабым человеком, но с помощью разных упражнений, сил и воли он сделал себя непоколебимо стойким. Его бы не взяли, несомненно, в современное Суворовское, Кадетское или военное училище. Никто бы его не взял по состоянию здоровья. И прозевали бы гениального полководства. Вот, у него внешне не было физических задатков, но развивая, тем не менее, он настолько усовершил свою природу, что переживал все скорби, связанные с военными действиями, все нагрузки, все сложности, все трудности, все физические тяготы. И прожил замечательную, большую, долгую жизнь, даже на старости лет, продемонстрировав невиданные способности своего физического естества, пройдя через Альпы со своим войском. То есть, развивая, можно развить все. Надо только иметь для этого достаточно хороших учителей или достаточно сильную мотивацию. Можно развить и музыкальный слух. На самом деле, у каждого человека все в природе есть. Надо только уметь развивать. А, естественно, музыкальная школа не ставит себе задачу развития музыкальных способностей, если их в начальном стадии какой-то нет. Она хочет достичь какого-то более прагматического результата, потому что ей нужна определенная отчетность. Как и всякая система, некая система образования, она в первую очередь думает о том, чтобы предъявить объективные качества, объективные результаты своей работы, доказав свою необходимость существования. Никто не думает о развитии конкретного человека. Раньше эту проблему решали разные домашние учителя, но это, естественно, дело очень дорогое. Но, возвращаясь к вере, тогда как же происходит с человеком? Апостол Павел в послании к Эфесиным говорит о том, что вера есть Божий дар. И поэтому вообще не зависит от человека обрести веру, не обрести веру. Она либо дается, либо не дается. И, казалось бы, все ясно. Вот одному человеку дали веру, другому человеку не дали веры. И все как бы можно объяснить, почему один верующий, а другой не верующий. Но при этом нельзя объяснить тогда, на каком основании Бог судит людей за веру. Как можно судить за то, чего человеку не дано. То есть ты сам не дал веры, а с меня спрашиваешь, что у меня ее нет. Но в послании, в другом послании апостол Павел, в послании к Коринфянам, он пишет, Бог хочет всем спастись и в разум истины прийти. Более того, скажем, Евангелие от Иоанна в прологе начинается со слов. Был свет истинный, просвещающий всякого человека, грядущего в мир. То есть некий свет Божий просвещает всякого человека, независимо от того, в каком народе, в какую эпоху, в каком социальном статусе человек родился. Раз он появился в этот мир, он уже причастен свету, который в нем светит. И этот свет имеет отношение к тому свету, который две тысячи лет назад стал плотью. То есть так или иначе, каждый человек связан с Богом, просто потому, что он родился, он существует. Священный тот же пролог Евангелия от Иоанна говорит, что в нем, во Христе, мы все приняли благодать на благодать. То есть некая благодать у нас у всех есть, потому что мы живы и существуем. Но во Христе, приняв Христа, уверовав во Христа, мы принимаем дополнительную благодать, возблагодать. То есть становится благодатью у нас больше, на наше благодатное состояние капает еще одна благодать. Поэтому, так же как с музыкальным слухом, в сущности благодать есть у каждого человека, просто потому, что он человек. Просто потому, что он живет, он существует, он родился в этом мире, и он уже причастен этой благодати. Эта благодать, этот свет светящий в человеке помогает человеку, даже не то, что помогает, а как бы вдохновляет его, побуждает его к совершению добра, к совершению дел милосердия, к познанию Бога, к покаянию и прочим другим благим вещам, к которым, собственно, способен другой человек, любой человек. Даже если он там какой-нибудь язычник из Полинезии, или какой-нибудь человек из Юго-Восточной Азии, или откуда-нибудь там коренной племени где-нибудь в Южной Америке. Все равно и ацтеки, и инки, и древние африканцы, и древние китайцы, и все-все люди на свете, в силу того, что они появились в этом мире, они имеют эту благодать. Некоторые называют его по-разному там, естественным законом, естественным правом, но вот этот свет, он позволяет человеку совершать добрые поступки, благие дела, и плакать о несовершенстве своем, и о плохих своих поступках в любую эпоху, в любой стране, в любом состоянии человек может, если он захочет, если он захочет, он может воровать или не воровать, но и тот, и другой знает, что воровать плохо, но один, умирая с голода, не может простереть свою руку к тому, чтобы взять чужое, а другой может. Два человека взяли хлеб, стащили из магазина какого-нибудь китайского торговца, взяли, стащили и насытились, но одному это показалось замечательным, и он стал профессиональным вором, другому это показалось стыдным, и он, ощутив какие-то сердечные изменения, колебания, сказал, что не, я больше не хочу так, лучше умереть, но больше не красть, не воровать, я не хочу быть вором, а тот человек, который решил стать вором, воровал, 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 в конце концов, вдруг там через 20-30 лет, осознал, что ему не нравится это дело, вот, он изгой, он всегда прячется, он погружен в страх, ему надоело это дело, и он решил заняться честным трудом. Вариантов, на самом деле, отраженных в эпосах, в легендах, в сказках, в литературе, в поэзии, в стихах, в поэмах, в песнях, в фильмах, в книгах, в чем угодно, великое множество, и это никак не соотносится с христианством, это просто естественный закон, человек, он может поступать так, поступать иначе, и это его личный выбор, быть, совершать хорошие поступки, совершать плохие поступки, каяться в плохих поступках, или переставать делать хорошие поступки, разочаровываться в хороших поступках, начинать делать плохие поступки, в этом вся жизнь человека, об этом, если хотите, очень много пишет, и очень точно, и очень красиво пишет апостол Павел, в первых четырех главах послания к римлянам, как раз рассуждая о этом естественном законе, о том, как это происходит с человеком. Ну вот человек, этот живущий, постоянно меняющий свое отношение к самому себе, к миру, поступкам, делающий либо добро, либо зло, не делающий зла, борющийся с добром, кающийся в том, что он борется с добром, раскаивающийся в собственном зле. Это все бывает, бывает, но это не имеет отношения к спасению человека, почти не имеет. Вот был такой человек, был такой человек Корнилий Сотник. Он был хорошим человеком, хотя он был язычником, но он не верил в языческих богов и поклонялся единому богу, понимая, что бог должен быть един, а не множество тех богов, про которые ему с детства рассказывали легенды. Он был очень добрым человеком, он творил милостыни, он помогал людям, когда было им тяжело, при этом он был очень мужественным человеком, он исполнял свой долг, он был все-таки Сотником, а это очень высокий чин в римских легионах. И при этом, поскольку он верил в единого бога, он ему молился. То есть он был хорошим человеком с нашей точки зрения. И дошел до этой хорошести, собственно, сам, слушая тот свет, следуя тому свету, который светил в его душе. И вот является к нему однажды ангел и говорит, «О, Корнилий, твои милостыни и твои молитвы взошли перед престолом Всевышнего, ты угоден Богу». Поэтому пошли в Кесарию, пошли в Иопию, и там встретишь некого человека, встретила некого человека по имени Петр, «Он придет и скажет тебе слова жизни, которым спасешься ты и дом твой». То есть оказывается, вот этого благочестия, естественного благочестия человека, недостаточно для того, чтобы спастись. И вот этим естественным благочестием человека, вот которое мы видим в Корнилии, можно было жить столетиями, можно было жить веками в тех странах, которые, казалось бы, нам представляются тьмой. Конфуций учил об этом, Будда учил об этом. Они не спасали людей, они учили о том, что в человеке есть свет, и этому свету надо следовать. Если ты не будешь следовать этому свету, ты перестанешь быть человеком. Вопрос этой естественной благочестивости или естественной нравственности в том, что ты либо становишься человеком, либо перестаешь им быть. Ты становишься бесчеловечным человеком. Ты расчеловечиваешься. Ибо быть человеком значит быть мужественным и честным, быть милосердным и справедливым, верить в то, что ты не сам себя создал, и молиться тому, кто является твоим Творцом. А можно все этого не исполнять. Можно выбрать несправедливость и нечестность, выбрать трусость или жестокость, выбрать неверие или отказ от молитвы, ропот или возмущение. Это зависит от человека. Но тогда ты уже не вполне человек. Ты расчеловечиваешься. Биологически, физиологически ты человек. Духовно уже нет. Потому что любой человек создан по образу и подобию Божьему. И разрушая в себе этот образ, он расчеловечивает себя. Он не соответствует самому себе в изначальном замысле Творца. Собственно, в том, что является сущностью самого человека. Он разрушает это свое человеческое бытие. Но это все только по эту сторону. И вот потому что все эти хорошие люди, как мы говорили в ответ на другие вопросы, они все равно не могут спастись, потому что в них нет жизни. И вот эту жизнь и приносит Христос. Он предлагает этому человеку хорошему или нехорошему. Вот Корнилий Сотник хороший, а какая-нибудь там Мария Магдалина, из которой из Наросей Бесов, не очень хорошая. Или та блудница, которая умыла ноги Христу. Или тот Закхей Мытарь. Они нехорошие люди. Но перед лицом Бога они в равном состоянии, в равном достоинстве. И Господь всем предлагает им поверить в то, что Христос пришел их спасти. Что Бог послал Сына Своего, поверив Которого, человек обретает жизнь. И грехи его больше не являются препятствием между Богом и, между Ним и Богом. И человек может поверить, а может не поверить. Христос приносит ему этот дар веры и говорит, откликнись, отзовись, то есть возьми эту веру. Но стань верующим, как в одном месте Священного Писания, не будь неверным, но верным, говорит Христос Фоме. Поверуй. И человек может взять эту веру, взять ее не руками, не ладонями, и даже не сознанием, не умом, а взять ее сердце. И она воспламеняется в нем, воспламеняет все его естество и переплавляет его естество энергией жизни, как максимально мы видим это в мучениках или в преподобных отцах, которые становились совершенными человеками, в которых человеческое не просто было совершенно человеческим, а стало божественным, обоженным, потому что ведь назначение человека не только быть человеком, но стать Богом. Аз, рех, бози, исте, и сынови вышнего вси. Мы просто забыли, с какого состояния мы не спали. Мы, сохраняемые естественным законом, сохраняемым тем светом, который присущ нам по факту рождения, мы можем стать человеками или перестать ими быть. Но и то, и другое не дает нам возможности вечной жизни, не дает нам возможности быть в Боге. Чтобы быть в жизни, быть в Боге, надо принять божественные энергии, надо принять Бога внутрь себя, надо обожиться. И вот это мы получаем именно тогда, когда веруем во Христа. И хороший человек, веруя во Христа, понимает, что это жизнь, пришедшая его на питание, все, что он умел и имел до этого, ничто. И плохому человеку, как Захей, помогает принять Бога внутрь себя, уверовать в Него, понимая, что Бог аннулирует, избавляет, снимает с Него все грехи, что он теперь прощенный и может жить только в Боге. И вот это состояние уверования, оно зависит и от Бога, и от человека. Бог предлагает человеку веровать. Человек может принять этот дар, может отвергнуть, а приняв, может потом отказаться. Но, конечно, Бог предлагает всякому человеку, ибо хочет всем спастись, насколько человек может. Но человек отвергает этот дар. Вот ему принесли Евангелие, дали почитать. Он открыл, как Антоний, митрополит Антоний Сурожский, и стал верующим. А другой открыл, пожал плечами и сказал, да ну, на ком мне это нужно. И не стал верующим. Через 10 лет Бог посылает к нему человека, говорит, что ж, ты пойдем со мной в церковь, смотри, какая у тебя беда, помолимся, и Бог исцелит тебя. Человек говорит, да ну его, этого Бога. Если бы он хотел мне добра, он бы не дал мне того, что у меня, тех скорбей, которые у меня сейчас есть. И не пошел в церковь. Еще через 10 лет к нему является во сне его бабушка, и говорится, внучок, ты же гибнешь, ты умираешь, обратись к Богу, позови священника, и он скажет тебе слова жизни, которым, уверовав, ты спасешься. Он проснулся, говорит, вот же до чего лекарства доводят, какие-то кошмары снятся. И не принял этого опять. То есть на самом деле Бог да по следу бьется за человека, посылая к нему людей, книги, мысли, сны, видения, чтобы человек уверовал. Но принять этот дар или не принять зависит от человека. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok